Добрый вечер, русим людям, ваше сердце светяло. Чувство, которое выступает мурашки по коже. Вот мы сегодня стояли, слушали, как поют певчи. Я вот стою, у меня просто, не знаю, я вот как будто бы поднимаюсь в небо. А у тех, кто был здесь, в городке Шершуны в октябре 2020-го, мурашки еще и от созерцания того, что, казалось бы, наводел всего за пару лет, стал обжитым. Храм святого Иоанна Предтечи полюбился и заслужил доверие у жителей окрестностей настолько, что и в будни, и в праздники сюда идут и с молитвой, мыслями, бывает и со слезами. Все очень долгие годы ждали этого. И когда это свершилось, то все, конечно, были рады. И на все праздники посещают люди этот храм. Но сегодня с улыбкой. Праздничная улыбка. Рождество же. Рождество. Храм держится. Из тысяч белорусских храмов, чтобы по традиции зажечь рождественскую свечу и разделить праздник с православными верующими, президент выбрал именно этот. Во-первых, и в основных, потому что пообещал. А слово Александр Лукашенко вопреки политической моде держит. Когда мы с вами открывали этот храм, вы тогда пригласили меня посетить этот храм еще раз. Я пообещал, поэтому и приехал сегодня к вам. Приехал для того, чтобы из этого светлого, доброго храма от своего имени поздравить всех вас и поздравить всех наших белорусов, наших гостей, всех, кто меня сегодня услышит самым добрым, светлым праздником, Рождеством Христовым. Во-вторых, согласитесь, православный храм, построенный на средства мецената, исповедующего ислам, очень белорусская история. Мы понимаем и принимаем, что люди разные, но точно знаем, что всегда есть что-то объединяющее. И это что-то не отобрать и не вытравить даже самым сильным силам. Белорусы верят, и кто-то сверху отвечает нам взаимностью и заботой. Господь, наверное, Он нас хранит и хранил. Нам удалось мирно пройти эти годы. И тогда, когда мы с вами открывали этот храм, предчувствие у вас было о том, что это будут непростые годы. Вы просили об одном – чтобы на нашей земле был мир. Все остальное мы способны своим умом и руками создать в нашей стране. Так и случилось. Пока. Дай Бог, чтобы и дальше так было. Предыдущий приезд президента пришелся на осень 2020-го, когда наша страна переживала шок от понимания того, что спокойной жизни больше не будет. Мы как государство, как народ и как нация стали старше и заметнее. И такое положение дел многих не устраивает. Добавим ко всему неизбежную смену поколений и осознаем всю особенность момента в нашей истории. Президент очень по-свойски говорит о на самом деле сложном этапе, к которому мы по-взрослому должны быть готовы. Я очень хочу, чтобы вот в эти годы, главное, годы смены поколений в нашем государстве, когда мы, все, что сделано плохо или хорошо, может быть, не нам судить, нам не сегодня, завтра придется передать это подрастающему поколению. Такова жизнь. Год этот будет очень непростым, очень непростым. На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять. Будут тренироваться к будущим президентским выборам. И нам надо обратить особое внимание на молодежь, которая не видела сложных времен. И в советский период, и после распада Советского Союза, они не пережили то, что пережило среднее и старшее поколение. Им надо об этом рассказать. Им надо показать, чтобы они ценили то, что нажито нашим трудом. Нам надо сделать все, чтобы мы достойно прожили этот год и, подойдя к главному событию, достойно показали себя, что мы хозяева на этой земле. Мы, белорусский народ, натерпевший и настрадавшийся в своей истории, имеют право жить по собственному закону. А еще наш народ заслужил жить качественно лучше. База обеспечена, в чем-то мы вышли на достаточно хороший уровень, но чувствуется, что нашему потенциалу он не соответствует. В некотором смысле для нас сейчас момент истины. Сможем ли мы стать на ступень выше или останемся стоять, переминаясь с ноги на ногу на месте? К этой мирной, спокойной, созидающей жизни нам надо добавить качество. И все тогда у нас будет хорошо. Дайте мне экономику, все остальное за мной. Поэтому нам надо проложить максимум усилий, чтобы мы могли не просто произвести товар, а экономика это произвести и продать, но сделать это качественно, чтобы наш товар покупался еще лучше, чем сегодня. Я также хочу в этот день традиционно вас, Владыка, и ваших подчиненных, всю нашу паству, всех священнослужителей, поблагодарить за те деяния, которые вы свершаете во имя белорусского народа, нашего государства, церкви, во имя жизни белорусов. Они люди разные, священнослужители, но они в целом делают большое дело, очень большое дело. Конечно, и в этот год им придется приложить немало усилий для того, чтобы год качества был настоящим, качеством для каждого человека. Митрополит Вениамин, обращаясь со своим праздничным словом, говорил о Рождестве и мудрости тех, кто верил, и, выходит, был дальновиден. Приходят волхвы, мудрецы из Персиды, идут за тысячи километров, чтобы поклониться родившимся младенцу Христу. Удивительная история. Мудрые люди, уважаемые в своем народе, они поклоняются младенцу, который, кажется, ничего не значит. Но при этом является властителем всего мира, всего мироздания. К слову о дальновидности, будучи родом из деревни и находясь в, по сути, деревенском храме, Александр Лукашенко сегодня счел важным сказать, что по-прежнему не видит сильной Беларуси без деревни. Потеряем деревню, потеряем государство. Его просто не будет. Поэтому я вам обещаю, зная жизнь сельского человека, сложности и трудности, я сделаю все, чтобы сохранить нашу деревню, чтобы деревня, она сегодня есть кормилица наших людей, фундамент нашего государства была сильной, мощной и процветающей. Это не значит, что мы забудем города, эта промышленность, без нее не может так же развиваться, та же деревня. Мы будем делать все для того, чтобы развивать нашу экономику. У нас есть для этого все как никогда, несмотря на сложные времена. И что интересно, этот тезис вызвал бурю самых положительных эмоций не только у тех, кто другой жизни не видел, но и у тех, кто моложе. Значит, выбранный путь, нужный и верный. Мне понравилось за деревню, за нашу, что он переживает, что он тоже выходец из деревни, что без деревни нет будущего. Мы все люди труда, люди земли, как говорится. Ну и, конечно, за мир. Мы ему очень благодарны, что мы живем в такое непростое время, но у нас, слава Богу, и слава нашему президенту, все спокойно, мирно, мы ходим под мирным небом. Президент взял страну, как свечу. И все стараются ее со всех сторон затушить, как бы дуют, но он такую мудрую политику ведет, так строит свою политику, что мы живем в мире и согласии. Александр Лукашенко, пользуясь возможностью, сегодня многое искренне желал. Желал прихожанам храма святого Иоанна Предтечии, о выхолице и всем, кто верит, самого главного и бесценного. Здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Все остальное, я говорю, мы купим. Не купим, другим способом добудем. Мозгов у нас хватает, людей также хватает, добрых и трудолюбивых. Радости вам, от ваших детей. Пусть они будут всегда здоровы и будут всегда вам в радость. С Рождеством Христовым, уважаемые друзья! А в ответ своему президенту и просто соотечественнику желали белорусы. Это так красиво, так искренне и так тепло, несмотря на почти минус 20 на улице. И в который раз, поздравляя с праздником, само собой сформируется еще одно пожелание. Чтобы мы любили не только себя, а вокруг всех людей, всех, абсолютно всех. И чтобы люди только несли какую-то хорошую искру и относились друг к другу только с любовью. Я желаю только здоровья и любви. Все ведь действительно складывается из личного отношения друг к другу, окружающему миру и к тому, что дано. Мы сами его формируем, сами наделяем тем или иным качеством и сами рано или поздно приходим к тому, что хотим просто беречь. Алена Сырова, Ольга Бабарека, Неделя, СТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова